всем привет столица на связи меня зовут чекишев александр мы сегодня решили поснимать контент и тут не знаю сколько роликов получится но нарежем что-то что-то из этого выйдет ну а в целом мы решили обсудить несколько тем которые выбрали которые нам показались интересными важными и заодно еще сейчас прокатимся до района док в район док прокатимся по нему прокатимся и попробуем сделать на него обзор темы вообще сегодня которые мы выбрали они подсказаны нам нашей работой нашей практикой а точнее нашими клиентами и действующими потенциальными и в том числе и комментаторами и диванными экспертами на нашем канале на ю тубе первая тема это тема ипотеки без первоначального взноса вот это наверное прям самая актуальная тема на данный момент я бы даже наверно сказал ипотека без первоначального взноса мифы и реальность потому что люди очень любят верить в сказки видимо но в россии менталитет такой все верят в то что есть ипотека без первоначального взноса почему потому что в рекламе застройщиков это заявляется если для тех кто не хочет смотреть длинное видео отвечу коротко сразу четко и понятно ипотеки без пв не бывает просто запомните это ну нет ее в тюмени по крайней мере просто нет что застройщики подразумевают в этих надписях ипотека обман откровенный обман потому что ипотеки без пв не бывает он в любом случае присутствуют в сделке нужно вообще изначально смотреть на вопрос с точки зрения законодательства в любом случае вся сделка контролируется банком и скроу агентом он даже можно сказать в каком-то смысле является стороной сделки все данные по параметрам сделки отправляются туда и там открывается счет на котором будут лежать деньги до ввода дома в эксплуатацию и вся сумма именно всей стоимости квартиры там будет лежать и она должна там присутствовать сразу же после регистрации сделки соответственно пв потом когда-нибудь может быть половина и так далее это не пройдет в любом случае кто-то должен предоставить первоначальный взнос и тут соответственно застройщик говорит наша фирма за вас перечислить первоначальный взнос но разумеется первоначальный взнос от стоимости квартиры это 20 процентов они же просто так за вас его туда не перечислят то есть квартира условно говоря стоит 5 миллионов это не значит что вы заплатите по ипотеке 4 миллиона а миллион они свои положат туда правильно нет так не будет поэтому надо чтобы вам одобрили сумму ипотеки больше чем стоимость квартиры они в договоре нарисуют что квартира стоит гораздо больше чем она стоит реально и соответственно сумму первоначального взноса они как бы сами себе и переведут на ваши скроу счет но они же потом вернуться за перечисление нужно будет заплатить там в виде налогообложения то есть это уже подарок государству то есть в любом случае без денег в принципе не купить с маленькими деньгами купите но без денег не купить в принципе далее разбираемся квартира стоила 5 миллионов стоит 5 миллионов но вы ее покупаете условно говоря за 6 миллионов в ипотеку то есть вы с гораздо большей суммы платите проценты плюс вы еще заплатили за перечисление и тут мы возвращаемся к началу а кто чаще всего к нам обращается с вопросами об ипотеке без первоначального взноса это так называемые инвесторы возобнившие себя специалистами по недвижимости гуру инвестиционные и так далее вот они хотят инвестировать и при отсутствии первоначального взноса абсолютно что это за инвестиция в принципе покупка квартиры с точки зрения инвестиций в ипотеку это вообще очень сомнительно вот и хорошо у меня такой вопрос а сможет ли потом покупатель данной квартиры продать и вот и у меня большой вопрос сможет ли он ее потом продать и за сколько если сможет потому что он изначально купил ее намного дороже чем она стоит плюс не забываем он заплатил ну какое-то время он платил проценты учитывая платежи по ипотеке он выполнял учитывая что львиная доля на начальном этапе выплаты по ипотеке львиная доля одного платежа это проценты они тело самого кредита ну прошел год или полтора дом достроился два года прошло дом достроился сколько собственно говоря самой ипотеке непосредственно заемщик вернул копейки то есть он в основном платил проценты он переплатил громадную сумму он хочет вернуть все эти деньги он не может этого сделать потому что у него был долг 6 миллионов стал долг там не знаю 5 700 5 700 у него и кучу денег он еще сверху переплатил возвращаемся обратно а стоимость квартиры на рынке сколько 4 миллиона не не нет подожди почему 4 миллиона но она стоила 5 миллионов да она стоила 5 миллионов а он ее купил за 6 плюс проценты за год у нас недвижка прирастает ну 15 процентов вот сможет ли он ее продать с прибылью это большой вопрос вообще на что надеяться такой человек вот вам пожалуйста рассуждение опять же еще раз повторюсь вообще покупка квартиры с целью перепродажи даже с первоначальным взносом с минимальным в ипотеку это очень сомнительное предприятие а покупка квартиры для перепродажи без первоначального взноса это вообще на мой взгляд это бред полнейший забудьте нет у вас первоначального взноса сидите и думайте как вам его найти сэкономить там подкопить заработать больше займитесь другими вещами более реальными не думайте вот это это вообще не ваша тема абсолютно тогда я могу понять тех людей у которых прям остро стоит жилищный вопрос они снимают квартиру и как бы доходы не очень большие у них не копится первоначальный взнос но я могу понять их желание вот выкрутиться таким способом но тут тоже надо понимать что тогда каков срок сдачи дома и какая нагрузка у вас будет в период строительства у вас будет кредитная нагрузка плюс стоимость аренды квартиры в которой вы живете поэтому если где-то можно купить квартиру уже почти готовую а лучше всего выбирайте вторичку да там процент будет большой но но вам не надо будет платить за аренду аренда у нас сейчас очень дорогая и арендные ставки будут расти только так же как и цены на недвижимость вопрос еще от наших постоянных зрителей все ли застройщики предлагают ипотеку без вот это вот очень интересный как раз хороший вопрос потому что я бы сказал очень многие кто к нам обращаются именно по вопросу ипотеки без пв утверждают что все застройщики или очень многие предлагают ипотеку без пв если честно знаете вот хочется всегда ответить вы знаете больше меня зачем тогда вы к нам обращаетесь идите и покупайте если вы и так все знаете потому что не все и немногие предлагают они только заявляют и то опять же не все и немногие когда вы позвоните спросите оказывается мы можем вот на это или на это или на это или на это это первый момент тоже не на все второй момент что это такое вообще это какой-то некий дополнительный инструмент в виде вот этой серой и не вполне законной схемы я в принципе против серых и незаконных схем черных тем более поэтому даже с этой точки зрения я никому не рекомендую этим заниматься вот дополнительный инструмент в продажах кому нужен тому кто не может продать свою продукцию кому надо что-то выдумывать новое чтобы облегчить потенциальному покупателю процесс приобретения квартиры у застройщиков у которых все прекрасно продается они этим не занимаются а теперь мы вот просто себя изначально прежде чем углубиться в этот вопрос вы начните с того вы выбираете по каким причинам по какому принципу именно прям строго без пв или все-таки у вас есть требования квартире какие-то потому что когда говоришь ну вот можно здесь можно здесь можно здесь а так это мне не надо это там вот там там сами покупаете ну ребята потому там и есть такие условия потому что там люди не хотят покупать ерунда нормальная продается и так хорошо без всяких там изобретений и по поводу траншево и по поводу дополнительно субсидированных сниженных ставок точно такая же история там где сложнее продажить там больше всяких плюшек предлагается там где продажи идут прекрасно там нет ничего хотите берите не нравится не покупайте тоже кстати саш интересные вопросы по поводу траншевой ипотеки потому что часто покупатели спрашивают что это такое можешь вкратце рассказать что такое траншево ипотека условия и так далее вот траншева ипотека довольно таки интересный инструмент для тех кто снимает квартиру и хочет купить в новостройке по сниженной ставке она позволяет снизить кредитную нагрузку на период строительства то есть условно говоря сразу же после регистрации сделки в банк на искровый счет отправляется не вся сумма заемных средств а только ее часть потом через какое-то время еще часть потом еще через какое-то время еще часть и к моменту сдачи дома моменту его ввода в эксплуатацию уже вся сумма стоимости квартиры уже на и скроу счете включая первоначальный взнос и тогда уже настает время полноценных полноразмерных платежей по ипотеке а пример может привести вот в цифрах в цифрах нельзя привести пример допустим квартира стоит пять миллионов вот как она считается еще раз говорю нельзя привести пример в цифрах и как это считается поскольку условия абсолютно разные вообще унифицированных нет все зависит и от срока сдачи и от суммы и от желания застройщика и от того какой именно банк и скроу агенты как они там договорились между собой я имею ввиду застройщик и банк поэтому вообще разные условия даже два разных дома в одном этом жилом в одном жилом комплексе могут быть разные цифры вопрос еще напоследок задам по поводу траншевой ипотеки оправдали что платеж по ипотеке может быть рубль 30 рублей в месяц теоретически это правда то есть это условно говоря если первый транш очень маленький к примеру 1000 рублей всего лишь то есть давайте так квартира опять же стоит 5 миллионов первоначальный взнос миллион вы его внесли сразу после регистрации точнее при подписании сделки вы внесли этот свой миллион на специальный счет дальше после регистрации банк должен в рамках обычной сделки добавить туда еще 4 миллиона и все это отправить на и скроу счет по условиям траншевой ипотеки он отправляет только первый транш если транш допустим первый всего лишь 1000 рублей ну наверное я не умею в уме считать платежи по кредиту поэтому можем предполагать что он будет очень маленький да это вполне реально вот кстати постоянный такой запрос наших покупателей а можно ли купить без пв еще плюсом что было траншево нельзя нельзя все таки еще один вопрос напоследок сели застройщики предоставляет траншево ипотеку нет тоже не все я надеюсь что кому-то я прояснил ситуацию по поводу ипотеки без первоначального взноса надеюсь что я кому-то просто ну подсказал как следует мыслить не надо думать очень поверхностно ипотека без пв это панацея это решение и все и будет нам счастье нет задумайтесь хорошо подумайте хорошо взвесьте посчитаете все будет ли вам счастье или нет это очень серьезный вопрос не не делайте оброметчивых шагов а за новостройками вы знаете кому обращаться чекишев александр единый центр продаж новостроек город тюмень наш телефон 55 55 15 код города 34 52 либо оставляйте заявку на сайте и не забывайте писать комментарии и ставить